Всем привет! Сегодня у нас на обзоре телефон Sony Ericsson W660i. Это телефон 2007 года. Он продавался в свое время за примерно 10-11 тысяч рублей. Это телефон линейки Welkman. Давайте ознакомимся с его внешним видом. На лицевой панели мы видим кнопки и экран, а еще, кстати, веб-камеру. И эта камера, она предназначена для звонков по видеосвязи. Ну, я покажу вам позже. В общем-то, такой-то интересный у нас джойстик. Мне вот всегда нравилось в Sony Ericsson вот такое вот исполнение джойстика, когда они в такие кружешки закутаны. То есть джойстик сам круглый. И функциональные клавиши находятся в таких полукругах. Логотип Welkman, логотип Sony Ericsson, динамик. Начнем, наверное, снизу. Снизу у нас находится FastPort. Это, скорее всего, микрофон, я так полагаю, да? Ну, да. Это, скорее всего, микрофон. Круто я подготовился, наверное, да? Это, скорее всего, микрофон. На правой грани у нас находится кнопка запуска камеры. Также это кнопка затвора камеры. Дальше у нас находится качелька регулировки громкости. Сверху у нас находится кнопка выключения, включения телефона, кнопка питания, иначе говоря. С левого торца у нас находится кнопка, казалось бы, вызова камеры. Нет, тут, короче, перепутанные были кнопки, видимо, в какой-то момент его разбирали и решили прикольнуться. Поэтому здесь кнопки поменены местами, и это кнопка для запуска музыки. То есть, я позже покажу, можно просто с рабочего стола, например, нажать на эту кнопку, и такое высветится предложение включить музыку на экране. Ты нажимаешь, да, и все, она включается. Можно также останавливать через эту кнопку, и в целом манипуляции такие присутствуют возможности. Слода карты памяти формата M2. Логотип Belkman. Как мы видим, телефон, кстати говоря, выполнен в черно-золотом цвете, также есть красный. Вот, но черно-золото лишь, что мне нравится больше. Сзади у нас находится камера. Такая, еще у нее стеклышко вокруг камеры самой есть, интересно. То есть, мне такой дизайн прям на самом деле нравится. Это выглядит довольно симпатично, я скажу и вам. Также есть динамик, такой вот тоже интересный, довольно неплохих размеров выполнен. Здесь должна быть какая-то заглушка, не знаю зачем, непонятно. Вообще, этот телефон является собратом по платформе с Sony Ericsson W610. И даже является его некоторым рестайлингом, что ли, потому что, по-моему, он вышел чуть позже. И у них есть некоторые отличия именно конкретно по функционалу. Например, этот телефон поддерживает сети третьего поколения. А W610 этого не поддерживает. А еще у этого телефона чуть поскуднее камера. Да, она тоже, по-моему, 2 мегапикселя, но там была вспышка, по-моему, был автофокус даже. И было зеркальце, что, в принципе, довольно удобно. У этого телефона всех этих мелочей нету, но в целом она тоже снимает. И, кстати говоря, на этом моменте реклама моей группы ВКонтакте называется «Архив Sony Ericsson». И там мы фотографируем, делаем разные снимки, стараемся их делать вайболами на телефоны Sony Ericsson, как ни странно. Переходите по ссылке в описании в группу «Архив Sony Ericsson», если хотите посмотреть более детально, что, какие фотографии получаются на этот телефон. Там каждый пост, он подписан хэштегом с названием модели. То есть посты, где фотографии сделаны на этот телефон, будут помечены хэштегом W660i. Также мы видим здесь логотип Sony Ericsson, который подстерся, и логотип Велкман очередной. У телефона снимается задняя крышка вот таким вот образом в нижней части. И у нас располагается аккумулятор BST33. Давайте его включим. Зажимаем кнопку питания сверху. Он не включается. Почему? Я плохо зажал. Может, сломался. Я только что его выключил. Ну, приплыли. Алло. Итак, он ответил нам. Леха, тебе плохо? Леха, отзовись. Ё-моё, что с фокусом? Давай, давай, давай. Во. Появляется выбор у нас режима. Загорается экран. Экран с разрешением 176 на 220. Довольно интересное разрешение. Оно меньше, чем у других Sony Ericsson обычно. То есть, обычное разрешение 240 на 320, а тут 176 на 220. В общем, и что я могу сказать. Телефон, такое ощущение, с таким разрешением, потому что стал чуть пошустрее. Честно говоря, как будет работать, он шустрее, чем другие. Телефоны Sony Ericsson с большим разрешением. Вот. Но есть проблема. Как бы я на всех телефонов, которые у меня есть, я их не перепродаю, не реставирую для кого-то там. Я их покупаю для себя, они все у меня полутрупы. Но я как бы сам с ними играю и сам с ними хожу. Ё-моё, половый экран. Я сам с ними хожу, и я люблю на них скачивать игры. И случился трабл, потому что когда я купил этот телефон, я ехал через весь город, и пока я еду в автобусе обратно к себе домой, я хочу накачать на него игры. Я накачал. Скачал кучу игр сюда. Но проблема в том, что все мои игры для других телефонов немножко. Для того же 580-го, для того же 770-го, у которых разрешение 240-320. И когда я скачал игру, установил ее, зашел, там была половина экрана, видно. Вот и приплыли. Поэтому приходится искать на него игры отдельно на сайтах. К счастью, сейчас сайты с играми, которые вот жарфалы, они до сих пор есть, они до сих пор работают. Не то, что некоторые форумы по этим телефонам. То есть сайты с играми выжили. И даже пользуются каким-то спросом, наверное, потому что скорее всего на любой Android-смартфон можно скачать сейчас симулятор Java и играть в эти игры на чем угодно. В общем, не суть. Давайте пройдемся по телефону. Кнопки. Ну, они, как обычно, как у любого другого Sony Ericsson 2007 года, очевидная платформа A100. То есть у него, как я различаю платформы, у него просто нету кнопок завершения вызова и принятия вызова. Вот и все. У него вместо этого кнопка, сейчас скажу, покажу, он включится, сфокусируется. Итак, кнопка Welcome, которая запускает плеер. Телефон, кстати говоря, сразу меняет расцветку клавиатуры на оранжевую. Вот. И можно слушать музыку. Ой. Ну вот. А правая кнопка, которая находится на месте, где должна быть у платформы A200, кнопка завершения вызова, это, естественно, многозадачность. Вот. Тут можно быстро получить доступ на некотором функции, которые можно самому выбрать. То есть можно просто нажать «Добавить ссылку» и самому выбрать, что же ты там хочешь добавить. Допустим, нужно срочно, чтобы у тебя в быстром доступе было и приложение, допустим. Ну и вот, ой, не туда. Нажимаешь ссылка, и все, у тебя приложение вот сразу, ты такой, опа. И приложение уже здесь. Также тут есть интернет всякие, там можно адреса, не адреса, поиск в сети, закладки можно поискать, где у тебя на районе лежат. Это запущенное приложение, это если ты сворачиваешь какое-нибудь приложение, либо игру, вот, и она у тебя тут будет висеть. И события, ну, там, когда будильник звенит, какой-нибудь календарь, может, я заведен на какое-то время. В общем, в целом, я думаю, понятно. Вот, дальше. Давайте перейдем уже к каким-то другим вещам. Каким? Перейдем к меню. Вот, такая вот у нас менюшка. Ну, стандартная для всех, что не Эриксонов. Здесь еще стоит стандартная тема «Велкман». Вот. Пойнау. Не работает, уже пофиг, в принципе, что это такое, наверное. Интернету тоже не особо... Я пробовал, вот, честно, я пробовал заходить не то, что вот на таких аппаратах. Даже вот на таких, то есть, которые поновее. Казалось бы, на три года телефон новее, даже с таким, как я сам ходил. Вот, короче. У него намного новее выглядит интерфейс интернета. Но все равно один фиг, даже с него не получается зайти. А с этого это и подавно. Потому что уже, ну, сайты довольно нагруженные. Вот. И скорости возросли давно уже. И ничего вот по такие телефону не оптимизировано. В общем, поэтому мы интернет и PlayNow будем скипывать, как бы, смысл. Развлечения. Тут, ну, тут тоже стандартный набор, в принципе, для Sony Ericsson. То есть, ну, настройки сим-карты, радио, которое работает только с подключенными наушниками. Игры. Тут есть предустановленные. Какие? Не знаю, потому что здесь их не было. А, нет, знаю. Extreme Air. Это предустановленная игра. И Tower Box тоже, по идее, предустановленная. Да, она предустановлена. Обычно я ее скачиваю на свой телефон. Тут она уже скачана. Ну вот, давайте запустим, что ли, я покажу, что это такое. У меня такое ощущение, что я уже снимал обзор на эту игру, либо на этот телефон. Новая игра. Туториал. Давайте карьеру. Мы же, думаю, сообразительные ребята. Три, два, один, погнали. О, нифига, кстати. Прикольно, да? Блин, здорово, на самом деле. Жалко, я вот раньше не заходил в эту игру. Наверное, буду заходить. Потому что с этим телефоном я хожу довольно часто. Он один из немногих полностью рабочих телефонов в моей коллекции. Вот. И всегда меня выручают, если что. А то я обычно каких-то не круг собираю. Там, допустим, тот же Z610. Он вроде нормальный, конечно, но у него нету крышки. А так, фадово покупать, искать где-то этот корпус на него. Я даже знаю, где он есть, но он стоит дороже, чем телефон, раз в два. Ну, чем я его взял. Вот. Видимо, это финиш. Вот. Да. Это был финиш. Ну вот. Ну, я думаю, староблоксом многие знакомы. На самом деле, довольно известная игра. Я сам качаю до сих пор на все свои телефоны ее, где она не скачана с заботой. Я работаю на... Как и все здесь. Дальше у нас есть видеопроигрыватель, видеодиджей. Видеопроигрыватель, что там есть. Погоди, сейчас. Ты говоришь, у тебя кто-то работает, там, книжки продает. Игорь, ну ты, блин, жесткий. Игра, ну ты, блин, жёсткий. Ну, ты показал мощь, ты однозначно, то есть. Тут просто... Я сейчас свою витугу увеличу, да, как-нибудь можно увеличить? О-о-о. Покажи витугу, я увеличу. Ебаня, надо выяснить. Меня, меня, меня. Ебаня. 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 Просто убийца. Просто убийца. Ты убийца? Не, ебаня. Сегодня неплохо снимается, скажу. Видеодиджей. Там можно работать с видеофайлами. Допустим, мы берем видеофайл, которого у меня нет. Любой видеофайл, которого у меня нет. Круто, я это придумал. Короче, поверьте на слово, там можно вроде как что-то делать, какие-то манипуляции над видео. Фотодиджей это тоже делать манипуляции, только фотографиями. А мюзикдиджей это делать музыку, кстати говоря. Прям, ну, я думаю, то, что грех будет не показать, конечно, да. Давайте что-нибудь напишу. Короче, можно написать рентгон себе и своей бабушке. Вот. Дальше. Дистанционное управление, блютусом, что-то, не знаю, пробовал, не понял. До свидания. Запись звука. О! А ну-ка давайте поставим к телевизору телефон, чтобы записать концерт, какой-то там или музыку, и послушать потом. Вот. Через года. Итак. Звука. О! А ну-ка давайте поставим к телевизору телефон, чтобы записать концерт, какой-то там или музыку, и послушать потом. Вот. Через года. Ну, думаю, вы поняли. дальше демонстрационный ролик у нас был удален поэтому мы туда не заглянем если мы будем удерживать кнопку назад то телефон захочет вернуть приложение либо закрыть его то есть тут можно выбрать по сути кнопка назад если ты удерживаешь это эта кнопка домой ой что-то не получилось давайте вернемся удерживаем и почему так вот вернулся сразу на главный экран давайте перейдем к камере камера также довольно стандартная для телефонов волкман то есть она не супер навороченный как собеседовская допустим ну тут есть основные вещи по нибудь точной режим допустим есть а здесь другие полу колечки кнопки а тут есть рамки давайте посмотрим рамки я думаю вы успели насладиться рамками в общем дальше настройки ну тут все короче как обычно как обычно вот и все верх низ нажимаем у нас регулируется светочувствительность все я думаю это все что нужно знать про эту камеру она 2 мегапикселя все дела кстати вот у меня видно то что я оставил свернутом приложение и она здесь есть сообщение ну думаю понятно там сообщение ссылать присылать до свидания здравствуйте волкман самое интересное плеер ну как самое интересное я искал что здесь есть что-то очень какой-то большой спектр функций нежели упростовый тех пор ну да тут выглядит все посимпатичней и кстати говоря ничего не лагает в целом да короче здесь что можно пулисты всякие создавать мы думаю те которые интересуются сонерексами они уже знают функционал весь я конечно покажу тут есть режимы воспроизведения вот можно выбрать там случайный порядок повтор дальше у нас есть параметры где у вас эквалайзер многоизвестный то есть там можно регулировать что как у тебя музыка будет звучать по звуку конкретно расширенный стерео я не получу такое не помню визуализация этого то что у вас будет видно в этом экране в целом очень интересно световые эффекты а мы выключены короче сейчас у меня горело желтым просто до включая музыку и и у меня подсветка клубатуры моргает в такт музыки то есть видите моргает немножко кнопочки то есть видите немножко моргают кнопки это есть так называемые световые эффекты вот но я хочу потому что не нравится когда просто оранжевым горит но это прикольно прикольно само собой вот он также довольно известный функционал то что тут можно создавать всякие списки воспроизведения то есть мы берем такие новый список пофиг как называется главного просто выбрать его в папках в диспетчере файлов то есть можно создать папку изначально вот его прямо среди музыки которые у вас там валяется просто хаотичным образом просто так отметками по выбирать что тебе нужно что не нужно и так и создаются в принципе эти плейлисты списки в из произведения вот чтобы еще рассказать вам тут есть диспетчер файлов довольно удобный файл менеджер я всегда любил сонериксон за это возможно у других телефонов тоже тоже неплохие диспетчеры файлов но на самом деле честное слово мне сонериксон по дизайну нравился больше всего вообще по дизайну меню в целом его интерфейса то есть прям кайфую естественно диспетчер файлов это тоже довольно удобная штука там есть все файлы вот и в принципе все что нужно знать там даже можно какие-то папки которого случайно завалялись то есть они тут тоже все дублируются тут то что есть на карте памяти имеется виду то есть там что-то может лежать вот контакты ладно трек айди это штука чтобы искать треки то есть ты включаешь ее и у тебя нет профиля да короче ты включаешь это как как его там зовут то юмор шаза ну короче ты включаешь этот трек айди у тебя какая-то музыка телефон микрофоном ловит эту музыку и ищет совпадение по звукам и может найти тебе чудо трек параметры там можно настраивать телефон как ни странно до органайзер там есть приложение кстати есть приложение вот приложение файс варм что такое файс варм по моему насколько я помню файс варм это смешные штуки вытворять с фотографиями она не запускается а не погодил запустил есть на русском нет на русском нету приплыли что-то я сфотку ну короче да вот искажать немножко фотографии так побаловаться можно конечно но самый интересный music мэйд потому что это приложение есть только по моему на телефонах волкун и там можно реально рубить музыку а шалей да так как там выбрать лаконы очень прикольная штука можно посматривать аккорды всякие я как человек играющий на гитаре как бы довольно город найти такое приложение ну в общем такие дела гитара метроном берешь ставишь метроном на своем кнопочном телефоне и учишься играть на гитаре под метроном вот есть еще пианинка keyboard вот в общем можно играть на пианинке вполне себе неплохо заменяет ее метроном гитар ну короче в целом вот такой вот функционал у этого приложения супер видео вызов да тут есть фронтальная камера и вот он я кстати в этой фронтальной камере всем привет вот она небольшая но она есть можно кому-то может звонить не знаю никогда не пользовался но прикольно это очень круто показывать телефон то что у него есть фронтальная камера значит кто-то заморочился чтобы его сделать неплохо календарь календарь задания заметки короче это уже не суть интересно на самом деле вот но и вызовы списке вызов пусты потому что я с него не звоню никому вроде как еще ну и тема такая кстати говоря по моему тема здесь всего одна конечно их можно установить еще нет они завода было много тем завода было много тем вроде как штуки 3 наверное но здесь осталась только одна волкманская оригинальная а дальше только мои не суть в общем в целом это был обзор на такой классный телефон как с универсен w660 ухты кори в общем мне телефон очень понравился я скажу я с ним хожу до сих пор постоянно потому что купил три месяца назад по моему и он мне не надоедает мне нравится как он выглядит мне нравится функционал скажу вам то что за 12000 рублей на самом деле в 2007 году если бы я пошел в магазин наверное больше моего внимания привлёк бы не на телефон с универсен w610 в сером цвете потому что в сером цвете он выглядит просто как просто он имеет такой серый металлический цвет это очень притягивает внимание это очень дорого выглядит этот телефон тоже выглядит неплохо но все-таки наверное стеклянные клавиши этого с универсена w610 они меня больше притянули бы с этой оранжевой кнопкой ok вот и вообще ну оранжевый цвет на самом деле мне нравится в маске больше нежели кого-то золотистый но все равно опять же это телефон неплохой он на своего какого-то потребителя и мне он тоже нравится вот это был обзор sony ericsson w660 ай спасибо всем за просмотр переходите в мою группу архив sony ericsson по ссылке в описании и смотрите фото с этой камеры смотрите вот из других телефонов sony ericsson вот всем удачи и пока